Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области Ильгиза Латфулина и Павел Кива побывали в Чернореченском сельсовете и оценили исполнение наказов избирателей. Чернореченский сельсовет – один из самых крупных в районе. Он включает в себя семь населенных пунктов. Депутаты Заксобрания обратили на это внимание. В этом году они постарались сделать что-нибудь полезное для нескольких сел сразу. Так, в поселке Чернореченский выделили средства на освещение дороги к школе. В этом году мы продлили, то есть установили опоры, установили фонари. Сейчас вот этот тротуар, по которому дети с улицы Степной, центральной, то есть та часть поселка идут по этому тротуару, сейчас он освещается. Раньше дети ходили в темноте, поступало очень много обращений, очень много жалоб. В этом году свет сделали. Там, где светло, там меньше криминогенной обстановки, поэтому, конечно, хорошо. В поселке Александровский нет детского сада, но для подготовишек организовали группу при школе, чтобы детям было где физически размяться и отдохнуть. Депутаты помогли приобрести игровой спортивный комплекс. Вот только за два месяца его порядком истрепали, хотя в поселке Кониха точно такой же выглядит гораздо лучше. Когда одинаковый производитель, одинаковый подрядчик одними руками было установлено, значит, дальше зависит от того, как следят, конечно. В Конихе нет ни детского сада, ни школы, только клуб. Но люди в нем работают увлеченные. Сюда приходит ребятня заниматься в кружках, а заодно и поиграть на новом комплексе. Я надеюсь, что в этих еще учреждениях мы постараемся сделать спортивные площадки для подростков. Я думаю, что в течение того года, того года мы попробуем эти потребности для подростков сделать. Почему? Дети должны быть заняты. В поселке четыре первоклассника. Им сегодня привезли подарки. Это вот тебе лично домой возьмешь, а это вот в кружок, хорошо? У меня двойняшки пошли в первый класс. Здорово. Да, Лиза и Варя. Это моим детям, да. А это вашим детям на кружок. Канцелярских принадлежностей много не бывает. Первоклассник Кирилл доволен своим подарком. Красный. Это самолет, это кухня. Хотел давно уже. В клубе старого эскетима на депутатские средства установили новые окна. В фойе и в танцевальном зале. Вообще хорошо сделано. На втором этаже идет репетиция. Девочки готовятся ко дню поселка. Репетиции проходят на ура. Теперь здесь заниматься стало комфортнее. До этого было очень жарко, очень душно. Дышать было нечем. И зимой, и летом. Тут еще солнечная сторона. И занятия как раз проходят, когда яркое солнце. Сейчас окна есть. Свежий воздух вообще прекрасно. Девочки очень рады. В целом депутаты остались довольны исполнением наказов избирателей на территории Чернореченского сельсовета. Мало того, мы обязательно потом проезжаем с контрольными функциями. То есть, какие решения, которые мы приняли там совместные, какие нашли подтверждения в действиях. Если они не нашли, уже, соответственно, делаем выводы, работаем с администрацией. На реализацию этих наказов из депутатского фонда было выделено полтора миллиона рублей. Работа по исполнению наказов избирателей продолжается и в других сельсоветах района. Продолжение следует...